Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть во врата Балдора 3 на максимальной сложности, и в прошлой серии мы расследовали убийства в храме Открытой Длани, в храме Эльматора, и мы знаем, кто убийца, но самого убийцу мы не нашли, да, это задание ведет нас дальше в другие районы, и мы знаем, что все эти убийства связаны с баллопоклонниками, секта, которая поклоняется богу убийцу. И, ну, собственно, да, глава этой секты у нас Орин, как раз одна из главных злодеек в нашей игре, которую мы уже повстречали здесь как-то в одной из прошлых серий. Вот, но в любом случае мы пока что продолжим исследовать вот эту территорию. Прошлую серию мы закончили в Ласке с Шарес, и мы, наверное, осмотримся здесь для начала, а потом уже вернемся... Помочь Воссу освободить Орфея, найти Восса... Только Ласка Шарес у нас здесь, а метка стоит тут и выше, да? Ну, короче, мы осмотримся, наверное, в этом здании для начала, а потом все же вернемся вот здесь, вот эту часть, да, осматриваем уже, потому что тут у нас, да, закрытая территория, мы там обошли. Вернемся, короче, идут еще какое-то задание с Нимблом. Вот, ну, короче, к Китраку Воссу нам надо будет, конечно, взять Лейзель, чтобы она с ним поговорила, если что, но главное, я надеюсь, да, что мы увидим, что будет там нас ждать где-то этот Китрак, и мы сможем вернуться за Лейзель. Пока давайте пообщаемся с местными жителями здесь. Наверное, с самого начала начнем. Мы вот как вошли сюда, да? И давайте. Корилла тут какая-то стоит. Это не Корилла. Прости, я промазал немного. Я хотел с Кориллой поговорить. Что об меня, Худс, твоя новая партия припекает сильнее, чем кулак. Приму это как комплимент. На здоровье только я больше это пить не буду, мне лучше, как обычно. О, вот и любимый... Невезунчик Рафаила. Заключить сделку с дьяволом. Обновилось здание. У меня по твоей милости, знаешь ли, карман полегчал. Рафаил со мной поспорил на пять монет души, что ты... Так. Он снял комнату наверху в надежде, что ты зайдешь к нему в гости. Уууу. Так. Поспорил на пять золотых монет... На пять монет души, точнее, что ты доберешься до... Города в целости и сохранности. Ты кто вообще? Что ему от меня нужно? Он хочет помочь тебе спасти мир? Что же еще? Не торопись. Сядь, выпей, поразмысли. Иди к нему, когда соберешься с мыслями. Но ты-то кто? А потом... Ой. Что ты будешь делать? А потом можешь угостить меня выпивкой. Ага, хорошо. То есть мы сначала идем с ним, пообщаемся. Потом можно к ней будет вернуться еще. Если я не забуду, конечно же. У тебя позади долгий путь, тело, но это траны усталости. Ты здесь за пропитанием? Нет, за наслаждением. Лицо холодное, как лед. И горячие огнем глаза. О, да. Я знаю, чего ты хочешь. О, да. Я знаю твоя блестка. Крепкая дворфивка. Кожаный кнут. Она даст... Она дает, ты получаешь. Или я неправильно понял тебя. Боюсь, что совсем неправильно. Неужели? Ну, я вижу это в твоих глазах, сладуся. Ты жаждешь не просто удовольствия, ты жаждешь покаяния. Тебе нужна Фиона. Наша строгая библиотекарша. Но сегодня ее нет. Раскаянию придется подождать. Впрочем, у нас есть и другие способы заполнить твою пустоту. Во-первых, выпивка. Во-вторых, пара дро. Выбирай свой грех. Ну, мы знаем, да, что библиотекарша строгая уже не вернется. Я непредсказательный, сладуся. Будь у меня хрустальный шар, обещаю, я у него спросила бы. Если честно, то Фиона пропала без вести, а мои руки, конечно, умелые, но не предназначены для того, чтобы переворачивать все камни, под которыми она может прятаться. Ага. Давай я найду для тебя Фиону. Окей. Найти строгую библиотекаршу. Мое призвание служить, а не принимать услуги. Но отказываться было бы глупо, а с этой девчонкой монеты так и текли в мои ларцы. Два пролета вверх, потом направо, и еще раз направо. Это комната удовольствия Фионы. Библиотека... Эльминстра, вот, держи ключ. Ну ладно. У тебя здесь есть дроу, звучит очень заманчиво. Я нашел тело Фионы, ее убили. Убили, о боге бедняжка, во имя матери всех кошек. Я надеюсь, что она не страдала. Я буду скучать по ее личику, Адова Сера. А постоянные клиенты, как скучать будут, они на нее слетались, как мухи на мед. Потеря Фионы, это серьезный удар по моему кошельку. Надо бы ее заменить. Женщина мертва, ты думаешь о деньгах? Сладуйся, это врата Балдера. Я видела убийств больше, чем правый глаз мясника. Время для слез еще придет, а сейчас, как бы жестоко это не было, я должна заниматься делом, точнее его отсутствием. Эй, а как же дроу? Черт. О, так вот, у тебя здесь есть дроу, звучит очень заманчиво. Давайте мы сохранимся на всякий случай, а то вдруг Шадоухард не одобрит. Да, причем близняшки, у них такие руки, они могут камень в шелк обратить, чтобы не завязалось в узел в твоем теле, а они это распутают. Они за занавеской, направо. Чтобы наслаждаться их услугами, нужны монеты и изрядная выносливость, однако нет лучшего способа потратить деньги и силы. Ага. Есть еще какие-то варианты для общения? Ниша, наша прекрасная нимфа. Но она сейчас занята с ладуси в гроте нимф на верхнем этаже. Это гость ее любимица, сомневаюсь. Так, однако нам повезло, сейчас у нас временно находится дьявол. Он наш гость, но попросил, чтобы я отправляла к нему любых потенциальных клиентов. Всех, кто к нему заходил, это очень сильно меняло. Ну да, мы знаем, что она про Рафаила. Непристойно красивая, а голос такой, что самое грязное богохульство в его слух прозвучит дивным гимном. Хорошо. Не то. Вот так. Мы повстречали прислужницу. Она сказала, что Рафаил нас ждет сверху. Опять, да? По традиции, избавить Юргера от договора. Найти строгую библиотекаршу, да. Окей. Финансы. Так. Альмира, дорогуша, нам надо найти замену нашей строгой библиотекарши. Досадно, что приходится так рано это делать, но мы на грани потери всех накоплений. Пора затягивать пояса, пока Кризис не разогнал всех завсегдатая по их собственным постелям. Наверное, близняшки пока могут поработать по отдельности. Так. Ну. Представим, что это заклинание зеркального отражения, или как там оно называется у нас. Да. Представим, что это не глюк, а так и надо. Вот это лицо я бы запомнила, если бы увидела. Добро пожаловать в Ласк Шарес. Что Худс может предложить тебе незнакомец? Мне кажется, ты не прочь выпить Эля, а может быть... Хотя нет. Мой новый рецепт тебя с ног свалит, глазом моргнуть не успеешь. Похоже, что твой новый рецепт как раз то, что нужно. Хочу попробовать. Какая история у этого места? Могу поспорить, бармен в таком месте слышит великое множество историй. Мое дело кружки наливать, а не секреты послушивать. Не хотелось бы, чтобы так и оставалось. Какая история у этого места? Ласк Шарес это детище Мамзель. Промочи горло, увлажни кожу, уйми зуд. Получи то внимание, которое хочешь, и избегай внимания ненужного. Похоже, что твой новый рецепт как раз то, что мне нужно. Давай. Даже не знаю, дружище. Худсов шмурдяк в башку бьет сильнее, чем все мои... Так, он может поднять тебе настроение, наделить красноречием или просто вырубить. Не узнаешь, пока первая капля не попадет в глотку. Я рискну, давай, давай, свой шмурдяк. Джахира не одобряй, черт. Первая порция за счет заведения. Только не жаловаться, если у тебя большие пальцы на ногах отвалятся, или язык свернется в узел. Так, что еще у тебя есть? Худсов шмурдяк. У него есть амулет. Надев этот амулет, вы останавливаете за раунд, пока пьяны. Продолжительность вашего опьянения увеличивается. Интересно. Но нам это не нужно, я думаю. Так. А, шапку, кстати, я одел. Я думал, я ее снял в прошлой серии. Ладно, вернем на место. Новое изобретение барменши Худс из Ласки Шарес. Это словно одеться в трезвость. Все готовы, а ты? Так, хорошо. Ну давай бухнем, попробуем. Порыв в дикой магии. У персонажей атакующих... Запах изо рта. У персонажей, атакующих вас в ближнем бою, начинается тошнота. Ага, наверное, немного ходов всего лишь. Так, ну ладно, допустим. Давайте сейчас барахло тут попрячем. О, теперь другое дело. Чисто и красиво в инвентаре. Огненный кулак Гайнемир. Ты, похоже, умираешь от жажды, солнышко. Еще кружечку? А, давай, серый. Еще глоток киса и все наружу полезет. Но меня что-то тянет на остренькое. Может, дашь мне попробовать? Тут все в порядке? В порядке еще в каком? А тебе-то чего надо? Да не бери в... Ты в свою хорошенькую головку, солнышко. Что я с кулаком не управлюсь. Да я на них как на людь не играю. Хорошо. Предоставим ей разобраться в ситуации. Что скажешь, куколка? Садись ко мне на коленки. Посмотрим, что вылезет. У меня от тебя прямо мурашки, дорогой. Ты мой ласковый и нежный зверь. Нет, дракон, поджигающий мое гнездо феникса. Я утолю твою жажду, дракон. Ты раздвинешь губы и вкусишь моей сущности. Ох, я вкушу твои сущности. Хутс, заказ. Еще кружку для кулака. Все? У меня дело не в проворот, солнышко. Если хочешь выпить, тебе к Хутс. Ищешь удовольствие, обратись к Мамзель. Она у нас... Лесной эльф. Окей. Так, за шторками там у нас эти, да? Вот это они, близнецы. Блин, я не таких близнецов дрова ожидал. Черт. Так, это горожан непростые. Правильно, понял, гильдия. За языком следи ухо отрежет. Извини, осторожнее. Двое мужчин не громко переругиваются. До твоих ушей доносится одно имя. Девятипалая. Это имя тебе знакомо. Девятипалая глава гильдии преступной организации, орудующая во вортах Балдера. Так. Можем внимательно прислушаться к их разговору, наверное. Давайте сначала послушаем. Если получится. Ух, пятнадцать, нужно заролить. Может и не получится. О, получилось. Слышал, что зенты заключили сделку с новым. Погоди-ка. Эй ты! Ты что, наш разговор послушаешь? Давайте сейчас послушаем, что тут у нас. Эмммм. Так. Крысы. Поговорят. У Девятипалая появился достойный соперник. На его стороне, его клинок. Так. Наверное, поэтому она и позвала нас на помощь. Ммм. Давайте обнаружение мысли. Конечно же. Конечно же. Девятипалая из Зиновьи. Придет в ярость. Я ей ничего рассказывать не собираюсь. Давайте убеждение, наверное. Похоже, дело интересное. Я хочу поучаствовать. Неожиданно. Давайте. Один раз. Хорошо. Послушай, эта тема небезопасная. Если продаешь свои услуги, отправляйся в гильдийскую таверну. Нижний город, Васильково ворота, гильдийская таверна. Это все, что ты от меня узнаешь. А теперь проваливай. Беседа официально закончена. Так. Хорошо. Хорошо. Это у нас простые горожане. Этот юноша снова умолял тебя послушать, как он исполняет высокий дом чудес на лютне. Ненавижу лютнистов. Понятия не имею, почему все от них в таком восторге. О, сейчас видно, что ты не такой, как все. Только намекни, а мы уж тебя ублажим. Главное, не стесняйся. Как вы дошли до жизни такой? Дома в подземье я был куртизаном, а сестра массажисткой. Но тамошние матриархи обращаются с мужчинами хуже некуда. И мы сбежали. Жители поверхности жаждут иметь отношения с Дроу. Для многих это фетиш. Сейчас мы можем ни в чем себя не отказывать. Благо, работа позволяет. Так, тебе никогда не хотелось заняться чем-то иным? Возможно, когда мы с братом Скопиум достаточно золота, мы отправимся навстречу иным приключениям. Но пока нам и умом зали отлично. Так. Это хорошо, что ты нашел для себя безопасное место. Возможно, я не откажусь. Возможно, откажусь. Это не мое. Это не мое. Я, конечно, других близняшек ожидал. Так, это просто горожанка. Королева разоблачительница. Нравится, как я орудую сумочком. Опыт... Отсыпь монеты мы можем всю ночь продолжать. Так, ладно. Все. Идем наверх. Или, может быть, сюда дай поговорим. А, это просто... Горожане безымянные. Чисто массовка. Ладно. А, так, идем на кухню, может быть, заглянем. Что у них тут на кухне интересного? Подливка. Тут внизу не такие услуги, солнце. У меня есть муж, а ты не в моем вкусе. Я все равно могу лучше, чем ты. Чтобы это не значило. Я могу доставить тебе такое удовольствие. Куда там твоему мужу? Мне не нужны услуги, спасибо. Слава богам. А то частенько сюда сговаливаются всякие уроды, которые считают, что моя кухня просто очередная тематическая комната для игрищ. И я, наверное, не буду у него спрашивать о ненужной еде. Так, туда зайти нельзя. Ммм... Так. Нельзя. Нельзя, но, может быть, можно. Сохранимся, может быть, попробуем. А, да, взламывать у нас же должна... Жофира. Так, сейчас я отойду. Они, наверное, спали, что я сюда зашел, да, и придут сразу смотреть. Ну, сейчас проверим. Больше, чем спать. Мы хотя бы так просто, чтобы посмотреть. Ну, вроде, ничего прям такого важного здесь я не вижу. Ну, вроде, за нами никто не идет. Яблоко и апельсин. Давайте в сундук, наверное, посмотрим, да. Пойдем дальше. Так, ладно, идем. Там ничего интересного не было. Горожане, горожане... Безымянные горожане... Локация, конечно, интересная такая. Тут мы еще тоже, по-моему, тут толком не ходили. Так, ладно, ну, идем, идем. Наверное, к Рафаилу. Я думаю, нам Астариан уже не нужен, да, для... Дел с Рафаилом. Грот Нимфы. Нимф с Гротом. А-а-а, вот, вот, короче, да, почему у нас... Заключить сделку с Дьяволом. И где-то здесь у нас, походу, этот самый будет. Сидеть этот, как он... Кетрик Уоз. Хочу ли я... Посмотреть, что там Нимфа делает? Наверное, да. Тем более, взломать, как бы, можно, без проблем. О-о-о. А, это лепестки. Мне показалось, что это кровище. Я думал, тут уже тоже кого-то убили. Так. Пропуск на коронацию еще нашли. Если вдруг надо будет. Но у меня так... Но я хочу... Я хочу, так болит голова. Жаль. Я не очень хорошо умею целоваться, но я постараюсь. Тоже лесной эльф. Кулак Яра. И сундук можно лутануть. А тут мы вломились. Скажи, я красивая? Ты не просто красивая. Ты зарево авроры, раскинувшаяся в северных небесах. Ты в золотые дюны, что... Разметались над... Каллимом. Ты плод запретного дерева. Нежность моей кожи. Сладость на моем языке. Ты мой грех и мое спасение. Ты сладкий на моем языке. Ты моя сладость. И слава. Твой паразит беспокойно шевелится. И ты вдруг видишь нимфу с голодными глазами огненного кулака. Твои мышцы дрожат от ее желания, но кожа горит от ее жара. Что ты? Постой, я тебя знаю. У вас тут весело? Можно я с вами? Черт. Я не могу не сказать это. Разумеется, нет. Яра наш ценный... Кажется, у нее кровь пошла. Твое лицо Абсолют показало мне его. Яра, что происходит? Кто этот мужчина? Яра. Собрать. Приготовиться. Стать. В твоей голове взрывается крик агония. Началось изменение. Усталы вскипают под кожей. Кости скручиваются. Рвется плоть. И вдруг... Тишина. О, надо было сказать, чтобы она бежала. Не так она себе Яру представляла наверняка. Так, она еще живая, да? Хорошо. Хорошо. Что там у него? 65 здоровья. Малыш новорожденный, да? Давайте мы его... А, так. Это у нас, да. Огненный наш элементаль. Мы еще... Его не пробовали толком. Разжечь в себе раскаленное первобытное пламя, которое ускоряет вас. Спешка на три хода. Тратит действия. Атака основной рукой. Жгучий удар. Поджигает цель. Испепеляющий замах. Ударяя по противнику и спустить конус огня. Окей. Ладно, давайте мы, наверное, просто вот так вот стукнем. И подожгли его. Так. Недостаточно движения. О, а что с нами случилось? Почему мы все такие... Как будто бы контужены? Мы, кстати, еще не бафнулись. Поднятие с трупа заплесневелого и заросшего грибами зомби. Ух ты. О. Заряды нашествия грибов. Прикольно. Это у нас на... Ну... Какой там у нее друидский уровень грибной. На шестом уровне друида появилось. Да, у Шадоу Хард у нас пир вот этот вот. Про этот баф я забыл. Прошлой серии. Так, ну ладно. Если ты хочешь, Минск не будет судить. Окей. Мам, вот так в бою, не мне это тоже, да, не... Не спробовали. Проклятие, я слышала истории о свежевателях разума. Когти острые, как кинжалы, а щупальцы еще страшнее. Но ни в одной истории не говорилось об этой неземной красоте. Парящая в воздухе словно бабочка, и кровь мерцает... Как серебро. Неловкое молчание какое-то. Алло? Алло? О. Хм... Эта тварь могла убить тебя, а ты говоришь о ее красоте? А что я могу поделать? Я не жалею о ее смерти, но восхищаюсь тем, что на свет вообще могло появиться такое произведение искусства. Она пристально вглядывается в тебя, твое дыхание учащается, а сердце словно замирает в груди. А, проницательность не сработала. Проклятие, ты почти такая же жуткая, как свежеватель разума. Если желания присущие мне делают меня жуткой, то я буду с гордостью носить это звание. Вот, возьми. Пусть они утешают тебя в тяжелые времена. Всего хорошего. Будь красив. Ага. Хорошо. 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 Так. Тут мы осмотрелись. Идем, может быть, на балкончик выйдем, я не знаю. Там я, наверное... А, нет, не взломываю. Так, хорошо. Ничего нет интересного. Отсюда мы поднялись. Библиотека Эльминстра, да? Тут строгая библиотекарша была. Поговорить с Рассваилом и отыскать Восса. А, у нас ключ есть, у нас ключ есть. Тут взламывать не надо. Ключ от библиотеки. На тросте у дворецкого нехилый набалдашник. В центре этой комедии ошибок дворецкий Винсент Распингтон. Это глуповатый и чопорный драконорожденный, который ничего не понимает в делах прекрасных дам и их кавалеров. Но постоянно вляпывается в крайне эротические ситуации с местной знатью. Не стоит и говорить, что он к этому совершенно не готов. Особенно хороший эпизод, когда Винсент, драконорожденный двух метров ростом, на званом ужине должен притвориться застенчивой гномихой по имени Мисси Кривощель. Одним словом, полный хохотач. Отрывок из книги Кварта Суны. Руководство по сексуальности, эротике и эмоциональному наполнению. Каждую страницу украшают подробные схемы. На пути к чувственному равновесию к каждому новому акту страсти следует относиться как к танцу. Ваши движения должны перетекать из одного в другое, как река течет из горы. Например, вам и вашему партнеру или партнерам, скорее всего, будет неудобно сразу же переходить из багберского изгиба в ухват подземья. Вместо этого, после напряженных позиций, рекомендуется использовать более мягкие, такие как путь через сплетение или план перехода. Не менее важно и к уходу за партнером после акта отнестись как к заключительному этапу этого танца. Рецепты романтических масел для усталых мышц, чайных смесей для больного горла, а также техники массажа вы найдете в последующих главах. Так. Дневник, собачий ошейник. Нам, наверное, не надо. Ему становится все хуже. Шепот, ночные кошмары, кровь. Я знаю, что он что-то скрывает. И остальные в ночлежке тоже знают. Я видела, как они на него смотрят и как смотрят на меня. Они боятся его. Я не могу их винить. Я тоже боюсь. Что-то полезное, я надеюсь. Воин любви. На обороте этого сборника развратных историй, его краткое содержание. Паладин Суна получает задание от своей богини возлечь с жителем каждого из городов побережья мечей, чтобы доказать свою преданность любви. Интересная богиня у него. Пронизительный взгляд охотника. Эта брошюра пересказ свирепого спора между двумя поклонниками Дриста Дуордена о том, какого цвета у него глаза. Аквамаринового, лазурного, алого или янтарного. Второе упоминание у нас, да? Одного из самых знаменитых темных эльфов. Так, мы можем на крышу еще залезть. Идем. Осмотримся. Ну, вроде... Ничего интересного на крыше не видать. Это мы как раз смотрим, да, на вот эту вот... Да, да, похоже. Похоже. Это тот корабль, который мы лутанули в прошлой серии. Туда вот еще можно дальше пойти. Мы не ходили. И тут мы, походу, поднимаемся, да, наверх. По кругу. Хорошо. Хорошо. Дворец. Ну, короче, тут есть еще где походить. Ну, может быть, нам нужно будет еще на крышу забраться где-то, да? Чтоб куда-то попасть. Если куда-то не сможем. Мы теперь знаем, что можно здесь забраться. Так, как бы это было бы. Так. Так. Музыкальная шкатулка. А, кстати, тут мы еще не все книжки, да, посмотрели? Тут свитки еще есть. Наряд из ярко-зеленой кожи. Черной. Ну, давайте посмотрим, что тут за наряды такие. Ну, как вариант. Как вариант. Ну, давайте. Черный себе наряд оставим. Так. Ой, надо сначала. Наряд из ярко-зеленой. Наряд из ярко-зеленого. На ней как-то смотрится не солидно Давайте, может быть, вот эту рубаху Минску дадим А то у него какая-то порванная майка Так Туда не попасть, окей Больничная койка Одна ночь в Накшале На обложке этой бульварно-эротической княжонки описывается ее содержание После месяцев заточения в шахтах Накшале Чародей Ксан не может больше выносить одиночество И решает ублажить себя с помощью своего единственного спутника Разумного меча по имени Лунный Клинок Ксан у нас в первой части был Одним из наших спутников И, ну, собственно, Накшаль, да И эти шахты в Накшале, где как раз проблемы с железом были Это у нас тоже из первых врат Балдура Так, ну хорошо Перекрывающаяся линия В предисловии к этому изданию рассказывается, что в нем есть Выходящие дважды в год альманах рисунков и рассказов, повествующих о знаменитых героях врат Балдура Авторство их поклонников Принимаются работы читателей Хорошо Так Логово дьявола Ну, сохранимся перед логовом дьявола Понял Понял Пойдем возьмем Вместо Shadowheart Лаезель Нам надо разделиться Орин Сожги тени, в которых она скрывается Сорви с нее маску, и ты увидишь ее истинное лицо Дрожащего от страха ребенка Пошли Так Лаезелька у нас левелапнулась Доступна новая черта Что там у тебя? Давайте, наверное, мастера двуручного оружия ей возьмем Если атакой ближнего боя мы наносим критический удар Или убиваем существо Можем выполнить в этот ход вторую атаку ближнего боя В качестве бонусного действия Минус пять получаем к броскам атаки оружием Но зато получаем плюс десять к урону Двуручным оружием Там брать особо больше нечего на самом деле Мне, конечно, не нравится вот это минус пять к атаке Но, ну, к шансу попасть Вы сделались крепки, словно железный голем Провалив испытание, вы можете повторить его и взять результат нового броска Да, хорошо Улучшенное боевое превосходство Еще два маневра доступны Контратаку возьмем Давайте удар командира, может быть, тоже Можно цель окружить А, приказать союзнику ударить Ну, короче, возьмем, может, посмотрим Если нужно будет подраться где-то Когда-нибудь Улучшенная дополнительная атака После атаки оружием в основной руке Вы можете провести две дополнительные атаки Уууу Это у нас на одиннадцатом уровне воина открывается Да То есть, выпив зелье скорости Можно шесть ударов сделать И... Еще бонусным действием Тоже можно еще стукнуть Что-нибудь как-нибудь Блин, у Shadowheart личинка осталась Мы Лаэзель уговорили Поддаться Силе личинки, да Но Да У нее тут ничего не открылось А у Shadowheart самой личинка осталась Ну ладно, потом Как-нибудь Что-то может мы ей выдадим по экипировке Броньку какую-то Хотя 18 класс брони У нас там лучше особой нет Ну можно в принципе дать эту Броню Как она там Из кузницы Адамантиевой Она может выглядеть прикольней Чем это И Двуручник Может быть какой-то еще есть Поинтересней Алибарду бдительности Давайте сейчас посмотрим Подумаем Насчет нее Был какой-то у нас По-моему двуручный Кстати Это у нас Да Тяжелый арбалет Можно заменить Она у нас единственная По-моему кто может Тяжелым арбалетом Пользоваться А, хотя подожди Джахира может Тяжелым арбалетом Пользоваться тоже Она же воин у нас Все-таки Мультиклассовый Но все же воин Так А, это у нас Нож Окей Еще у нас Трезубец есть Но А, это Трезубец полуторным Считается А это Двуручная Ну, тут у нас Больше шанс Попасть Да Выглядит Прикольно Держит она как-то Странно Немного Мне кажется Так Не очень удобно Держать Оружие Такое Большое Вот Да, у нас 18 Те же Но Тут есть Дополнительные Бонусы Хотя бы Ну, кстати Тоже Как вариант Да Это Намного Приятнее Бронька Ну, больше Ничего Интересного Нет Хорошо Можем Возвращаться Ух, сколько Сразу Голосов Одновременно Ты упала А, да-да-да, давай-давай Беги Я на крыше оказался Что Что Не самое Удачное место Для Для Тихо Мяг Прыг Бу Так, хорошо Сохраняемся Еще разок Все собрались Вроде бы Вот эти Лепестки Мне как Пятна Крови Кажется Ты должен Выслушать Меня, дьявол Я сделаю Все Отдам Тебе Все Что Угодно В этом мире Есть лишь одна Вещь Которую Я Желаю У тебя Ее Нет И Никогда Не будет Китрак Какую сделку Он может Заключить С дьяволом Ты должен Мне помочь Рафаил Ради Моего Народа Помолчи Ост Мои гости Пока Этого Не знают Но возможно Их Желание Совпадет С твоим Только В отличие От тебя Им Есть Что Предложить Мне Взамен Лейзель У этого Дьявола Есть ключ К свободе Нашего Народа Сейчас Здесь Ты можешь Решить Нашу Судьбу О чем Бо ни Был С дьяволом Разговор Я должен Узнать О нем Найдите Меня В баре Когда Освободитесь От Его Когтей Я рад Я рад Видеть Тебя Здесь Хоть Пока Не у Моей Двери Пока Зато Готовый Для Окончательного Решения И Последнее Прежде Чем Мы Начнем Первый раз После путешествия На Наутилоиде Твое сознание Становится Ясным И Пустым Это Непривычно Очередной Дешевый Фокус Покажи мне Что-нибудь Посерьезнее Нет Это Не Фокус Неужели Ты Не Чувствуешь Что Кое Кто Пропал Твой Карман И Летит Сейчас Не Может Нас Слышать Ладно Тогда говори Свободно Рассказываем Для чего Ты меня Сюда Притащил Я Притащил Тебя Сюда Потому что Верен Своему Слову И потому что Могу избавить Тебя От последствий Твоей Славной Личинистой Это значит Что ты и твой Милый товарищ Сможет тебе С облегчением Позабыть о перспективе Обладания Щупальцами Личина Чьи Истории Если Они Уже Не Проросли В местах Моему Взору Недоступных Поговорим На чистоту Я был честен Ты меня Впечатлил Я не Ждал Что ты Так Долго Продержишься И далеко Зайдешь Но Как бы то ни Было Твой путь Все равно Ведет К пропасть Я имею Ввиду Неизбежный Конфликт Со Старшим Мозгом В лучшем Случа Он уничтожит Тебя И всех Остальных В городе В худшем У тебя Он тебя Поработит И Свободной Воли У тебя Не хватит Даже на то Чтобы Желать Умереть Однако Ключ К уничтожению Мозга Ты уже Держишь В руках Ну В какой то Степени Императора И Орфея Я тоже В руках Держу В некотором Роде То что тебе Нужно Находится Внутри Призмы Не Элитит А Гид Я же Могу Дать тебе Средство Его Освободить Говори Дьявол Мы Слушаем Старш Орфей Пытались Меня Убить Он Опасен Орфей Будет Будет Счастлив Разделаться С императором Но Тебе Он Будет Другом Ведь Вы Все Таки Сражаетесь Против Старшего Мозга Все имеющиеся У меня Свидетельства Указывают На то Что Орфей Мой враг А император Союзник Ну С одной С одной Стороны Я не Очень Доверяю Элитиду Но Ему Я Кажется Еще Больше Не Доверяю Я До Сих Пор Живу Благодаря Императору Это Вот Вроде Когда Нет Ты Пока Живешь Благодаря Орфею Император Лишь Использует Гита В своих Целях И С тобой Поступает Так же Для Него Лишь Ты Транспортное Средство Тягловый Волк Который Волк Надо кормить А изредка Изредка Бить Чтобы он Шел Куда Надо С тобой Правиться Куда Проще Словами Императора Манит тебя Как морковка И погоняет Как хлыстом Возможно Орфей Правда Объединится С тобой Против Старшего Мозга Но Если Оказавшись На свободе Он Окажется Откажется Тебе Помогать Вероятно Его Придется Убить Ну Расскажи Наверное Как освободить Его Орфический Молот Артефакт Способный Разбить Оковы Принца Орфея Бережно Хранится Представь Себе У меня В Доме Надежды Надо же Как удачно У тебя Нашлось Именно То Что Мне Нужно Какое Ведение Правда Что Еще Удивительнее Ты Можешь Дать Мне Именно То Что Надо Мне Чего Ты Добьешься Этим Для Себя Власти Ты Освободишь Орфея И тем самым Спасешь Город Побережье Мечей Быть может И весь мир Ну и Свою Бесценную Шкуру Конечно И взамен Ты Дашь Мне Корону Которая Сейчас Управляет Старшим Мозгом А ты Лайзелис Ясли Клир Ты ведь Хочешь Освободить Забытого Принца Не так Ля Я хочу Этого Больше Всего Тогда мы Договорились Не так Ля Молот В обмен На Корону Сделка Века Лайзелис Клира Ну мы знаем Что Корона Офигенно Мощный Артефакт Может Да Надо совсем Потерять Рассудок Чтобы Дать В руки Дьявол Настолько Могущественный Артефакт Лучше Уж Ему Быть В моих Руках Подальше От твоего Мира Чем В руках Богов И чудовищ Которые Сражаются За душу Этого Города Что Что вообще Такое Это Корона Допустим Это Мощь Древняя И удивительная Я жаждал Ее с тех Пор Как Много Веков Назад Архимаг Карсус Создал Ее И Навлек Гибель На Всю Империю Нотерил То Была Эра Торжества Людей И Нотерийские Парящие Города Стали Абогеем Развитие Цивилизации Я был Там В тот День Когда Им Пришел Конец Целые Города Падали С неба Будто Ангелы С Переломленными Переломанными Крыльями И Крики О Эти Крики Когда Сотни Тысяч Людей В ужасе Вопили Видя Как Земля Неумолимо Вздымает Все Ближе И Происходит Болезненная Встреча А Виноват Во всем Был Карсус Которым Он Выковал Корону И Напитал Ее Всей Доступной Магической Силой Корону Надев Которую Становишься Богом Смертным Такая Сила Не по Зубам Корона Уничтожила Своего Создателя И Его Империя Пала С Ним Безумие Карсуса Так Барда И Ученые Завод Это Событие Я Называю Это Надеждой Надежда Создать Лучший Мир Рискуя Дать Волю Безудержной Гордости Тогда Я Понял Что Безумие Людей Может Стать Триумфом Для Дьяволов И Я Мог Б Использовать Корону Чтобы Объединить Девять Преисподних Под Властью Одного Верховного Архидьявола Меня Представляю тебя Правителем Девяти Преисподних И что-то Мне Не хочется Петь От Радости Для Существования Преисподним Необходим Порядок Это Отличает Нас От Смертных И от Демонов С короной Я смогу Установить Идеальный Порядок Единство Единство Эффективность Контроль Мое королевство Будет хранить Свои Границы Но не Будет Их Переходить Где Была Корона Прежде Она Была Спрятана Архидьявол Мефистофель Успел Схватить Корону Утащил И спрятал В одном Из своих Хранилищ Бессильный Архивариус Собиратель Пыли Не Использовать Такую силу Такой потенциал Он Сделал Из Чуда Музейную Рухлядь Я Пылал Яростью Но Лишь Лет Десять Не Более А потом Стал Ждать Пристально Следил Больше Тысячи Лет И ждал Какой-нибудь Его ошибки Неудачи Происшествия И вот Наконец И избранные Которые Так сильно Тебе насолили Оказали мне Эту услугу Они Вернули Корону В игру Тебя Взбесило Наверное Что Какие-то Смертные Смогли Выкрасть Корону На которую Ты сам Не сумел Наложить Руки Не Без Этого Особенно Когда я Увидел Какой Бессмысленный Кровавый Хаос Они устроили Должно Быть Они Грабили Хранилище Мефистофелям Да Признаю Это Впечатляет Но Скоро Они Все равно Умрут Если Их Не Убьешь Ты Это Сделает Старший Мозг Чувства В привычном Для тебя Понимании У мозга Нет Конечно Но Сейчас Он По-своему Разозлился Это Неизбежно Когда Ты Уничтожишь Мозг Рано Или Познан Ты Это Сделаешь Потому Что Ты Должен Корон Будет У тебя В руках И Когда Придет Этот Миг Ты Отдашь Корону Мне Взамен Я Дам Тебе Молот Сейчас Же Немедля Простая Сделка На первый Взгляд Но На самом Деле Он Предлагает Тебе Способ Как Избавиться От Элитидов В Своей Голове Если Ты Договоришься С Рафаилом То Сможешь Освободить Орфея А Когда Орфея Кажется На воле Император Станет Тебе Не Нужен Но Нет Никакой Уверенности Что Орфея Примет Твою Сторону Если Ты Закончишь Сделку То Придется Исполнить Его Словия И Вручить Корону Карсуса Дьяволу Он Утверждает Что Хочет Лишь Одного Объединить Все Преисподни Но Где Гарантия Что Он На этом Остановится Доверяешь Ли Ты Дьяволу Больше Чем Императору Придется Дать Дьяволу То Чего Он Хочет Принц Комета Должен Восстать Хм С одной Стороны Как Бы Да Мне Хочется Уничтожить Корону Мы Типа За Хороших Условно Играем Но С другой Стороны Вроде Как И Хочется Освободить Орфея А Можем Мы Как То Там Типа Согласиться А Потом Убить Как То Мы Не Можем Типа Убить Дьявола Здесь Они Просто Возвращаются В Инферно И Все И Потом Снова Смогут Сюда Вернуться К нам Поэтому Так Просто Его Наверное Не Получится Убить А может Быть Будет Какой-то Хитрый Способ От него Все Думал 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 Я Как Нам Лучше Тут Поступить Но Мне Кажется Что С Ролплейной Стороны Нашего Персонажа Который На протяжении Все Игры Всех Отговаривал Из Наших Союзников От Заключения Сделок С Дьяволом Ми То Нам Наверное Лучше Наверное Отказаться Вот Ну и Так Как Мы Все Так За Положительного Персонажа Играем В какой-то Степени То Я Лучше Уничтожу Корону Чем Допущу Чтобы Она Снова Попала В Плохие Руки Очень Недальновидно Куда Лучше Отдать Ее В Правильные Руки Руки Которые Унесут Ее Далеко Из Этого Мира Ну Тебе Я Не Верю И Помогут Тебе Задержаться Подольше В Этом Я Согласен Где Расписаться Не Пойдет Рафаил Я Отказываюсь И Ухожу Пожалуй Да Задерживать Не Буду Иде Но Следи За Временем Оно Почти На Исходе Бежать Ко мне Ты Потом Будешь В Попыхах А Я Буду Ждать Тебя До Самого Конца Мира Хорошо И Лайзель Явно Недовольна Будет Способ Освободить Принц Кометы Был Совсем Близко А Ты Отказался Почему Потому Что Нам Не Нужно Договариваться Мы можем Просто Забрать Молот Из Дома Надежда О Да Я хотела Пойти Широкой Долиной Легкой Дорогой Но Ты Выбрал Заросшую Колючками Тропу Меня Это Раздражает И Я Восхищаюсь С тобой Камера Конечно Потрясающе Тут Стоит Мы Должны Поговорить С Восхищем Мы Заберем Морфический Молот И С Его Помощью Разобьем Уза Истинного Та Гит Янки Будут Свободны Хорошо Так Есть Тут Тебя Что Интересное Серебряные Кубки Я думал Что я потерял Что-то мешало Мне Слышать Твои Мысли Это Сделал Рафаил Рафаил Что ж Спасибо Тебе За Честность Ну Конечно Я должен Был Предвидеть Что Дьявол Все Пронюхает Они Не Могут Устоять Когда Чуются Мрад Надвигающего Хаоса И Чего Ж Он От Тебя Хотел Он Предложил Мне Сделку Он Знает Как Освободить Орфея Или Вот Он Хочет Корону Которую Носит Старший Мозг Да Дьяволу То Что Он Хочет Это Просто Лучшее Решение В Твоей Жизни И Что Он Предложил Тебе В Обмен Способ Освободить Орфея Не Сомневаюсь Что Это Была Не Последняя Попытка Надеюсь Ты Не Забудешь И Впредь Кто На Самом Деле Родеет За Тебя Без Без Моей Защиты Тебе Не Справиться Со Старшим Мозгом Ты Даже И Подобраться К нему Не Сможешь Чтобы Там Дьявол Не Шептал Тебе На Ушко Ну Не Знаю Или Титу Я Тоже Не Доверяю Заберем У Рафаила Все Его Серебряные Кубки И Тарелки Белая Пешка Приказы Ща мы Все Это Дело Посмотрим Дьявол Не Пишет Стихов Эпическая Поэма Это Героическая Фантазия В стихотворной Форме Рассказанная От первого Лица Смелым Поэтом Который Вызывает Дьявола Явно Списанный С Рафаила На Поэтический Поединок Чтобы Вернуть Душу Возлюбленной Следующий Куплет Обведен Красными Чернилами Дьявол Хохочет Коль Стих Не Удался Придется С душой Тебе Распрощаться Ха Я Мастер Воевать Стихами И рифмы Я щелкаю Горстями Я их Не делаю Тяп-ляп Не будет Здесь Когтистых Лап Так Давайте Посмотрим В шкафчике Рафаилу Тут все равно В шкафчиках Ничего Не нужно Опять Одежда Визуально Вроде Такая же Сборник Прошений Здесь Собраны Прошения Записки И письма Смертных Рафаила С просьбами О милости Помощи И содействии В примечаниях На полях Указаны Любимый Цемь Дьявола Как в данном Примере Пишет Что хочет Убрать С дороги Своих Братьев И сестер И полностью Взять Под свой Контроль Семейный Бизнес Лишь потому Что Сделав Его Прибыльным Она Так Почтит Их Покойную Мать Какое Замечательное Лицемерие Остается Только Восхищаться Для меня Нет Никакой Выгоды В том Чтобы Забрать Себе Ее Чертову Душенку Если Я Ей Помогу То Исключительно Ради Любви К Искусству Но Если Себя Не Радовать То Зачем Вообще Все Это Затевать Так Еще У нас Одежда Мы Такую По одежду По-моему Смотрели В одной Из Прошлых Серий Мне Она Не Понравилась Так Чудесный Вид Так Письма Вот Эти Белая Пешка Белый Слон Белый Конь Белая Пешка Тебе Приказывается Найти Известное Нераскрытое Преступление Сознаться В нем И сдаться В руки Портир Предварительно Договорившись В Балдурском Вестнике О разглашении Нужного Репортера Ты знаешь Твоя Должность В казарме Кулаков Должна Помочь Тебя С Легкостью Определить Раскрытие Какого Преступления Существенно Увеличит Славу Портир Это Искупит Твой Долг Не спрашивая Зачем Роль Пешки Жертвовать С собой Чтобы Другие Фигуры Могли Выиграть Игру Слон Приготовься Произнести В Своем Храме Пламенную Речь Восхваляющую Всполоха Портир За ее Успехи В защите Города И борьбе С преступностью Очевидно Она Любимица И смертных И богов И ты можешь Намекнуть Что судьба Вероятно Пророчит Ей Встать Во главе Врат Балдура Твою проповедь Целиком Напечатают В балдурском Вестнике Так что Не забывай Что разговариваешь Не только С почитателями Хельма Но и С каждым Жителем Врат Ораторствую Возвышай Восхваляй Это искупит Твой долг И не сомневаюсь В новом режиме Ты станешь Одним из Решающих Игроков Приготовься Конь Пришло время Исполнить Своё задание Как командир Морской Башни Ты знаешь Всех других Командиров Огненного Кулака Выясни Насколько Они готовы Поддержать Повышение Сполоха Портир До маршала А возможно И выше Тех кто Нейтрален Убеждай Встать За портир Когда начнут Расти Ее известность И власть Что касается Тех кто против Нее Не дави на них Только Отметь их имена И должности С ними будем Действовать иначе Это искупит Твой долг И несомненно Подготовит Тебя К более ответственной Работе Приготовься Так Хорошо С этим Мы разобрались Идем Теперь Вниз Можем мы тут Да Тут двери есть А И мы там Еще не были Кстати В этой комнате Да Камон Тут можно будет Пропрыгать Так А у нас Тут табличка Была Нет Вывески Не было Никакой Чье Это у нас Подземские Удовольствия Ага Нам так Просто сказали Вроде Вывески Не было Должна быть Мне кажется Вывеска Ну Тут Как-то вроде бы Ничего нет Кажется Во всяком случае Так И вниз мы здесь Не спустимся Идем Идем Угу Угу Идем вниз Нам надо сейчас поговорить С Этой помощницей Рафаила И С Восом Он вроде сказал Будет ждать Нас внизу Да Тоже В баре Наверное Не в этом баре Может быть Да В каком-то другом баре Эй Ты повстречался с Рафаэлом Я хочу Все об этом услышать Эй Иди сюда Давай я с тобой Давай я С тобой ругаться не буду Просто интересно Узнать Почему Ты отказал Боссу Неважно Почему Мой ответ Окончательной сделки Не будет Он приказал Тебе Попробовать Меня очаровать Что ли Нахальство Мы Может и В борделе Но я Девушка Приличная А тебе Стоит подумать Над предложением Еще разок Босс Может и дьявол Но он Не ведет Дела Но он ведет Дела честнее Многих в этом городе Какую именно Работу Ты для него Делаешь Много Всякого Но прямо Сейчас У меня Только Одно Дело Ты Я говорю С тобой Откровенно Как Смертная Со Смертным И прошу Тебя Подписать Контракт Если победит Мозг И вернется Империя Летидов И тогда Падут Целые Миры Только Что Тебе Даже Не снилось Рафаэль Может Этому Помешать Он Хочет Знать Он Хочет И знает Как Это Сделать Ключ Ко Всему Ты Ты С самого Начала Ключ Ко Всему Почему Тогда Он Требует От Меня Чего То Вместо Того Чтобы Просто Помочь Но Он Дьявол Все Таки И Хочет Получить Своё Я Остановлю Мозг Без Его Помощи Не Верю Что Дьявола Беспокоит Судьба Мира Наверное Вот так Не Буду Пытаться Выставить Его Альтруистом Но У него Тут Свой Расчет Нет Мира Нет Душ И Договариваться С Элитидами С Элитидами Сложно Вот Уж Кто Ужасные Клиенты Для меня Это Все Не Убедительно Я Остановлю Мозг Без Его Помощи Сомневаюсь Но Даже Если У тебя И Получится Боя Ты Не Переживешь Я Бо На Твоем Месте Передумала Окей Еще Не Надумал Рафаил По Прежнему Ждет Так Хорошо С Лаской Шарес Мы Вроде Как Разобрались Где Нас Ждет Этот Самый Мы Мы Отказали Заключать Сделку С Рафаилом Но Дьявол Сказал Что Вернется Если Мы Передумаем Предложение Остается Открытым Мы Узнали Что Дьявол Дьяволистка По имени Хелсик Некогда Помогала Гортышу Открыть Портал В А Надо Отыскать Ее В Нижнем Горде И Спросить Не Согласится Ли Она Нам Помочь Об Эм Мы Запись Какую То Читали Да В Эм Самом В Сейфе Гортыша В Банке Про Хелсик Мы Точно Читали Ага Помочь Воссу Помочь Под Герцогу Так Рафаил Предложил Сделку Стоит Поговорить С Воссом Который Ждет В Таверне Где Я его Не Увидел Тут О Кота Я точно Не Увидел Что у Нас Разговор С Животными Висит Еще Давайте С котом Поговорим Вижу Ты Хочешь Засвидетельствовать Почтение Настоящей Хозяйки Дома Какая Умная Зверушка Что ж Сегодня Тебе Повезло В Это Время Я Как Раз Принимаю Комплимент И Ты Можешь Сделать Подношение Так Давайте Наверное Твои глаза Как два Зловещих Самоцвета И они Вселяют Страх Даже Самых Самодовольных Крыс О Ты Совершенно Прав Я считаю Одной Из своих Самых Привлекательных Черт Неумытому Сброду Это Что Проводит Время В этом Заведении Стоило бы Поучиться У тебя Учтивости Мне Приходится Страдать От Их Невежества В одиночку Но Ведь Как Говорят Разделенное Бремя Лишь Половина Бремени Что ты думаешь О вашей клиентуре В целом Тема Это довольно Амширная Потому что Гости у нас Бывают самые разные Но есть Один частый Посетитель Само присутствие Которое Меня Оскорбляет Одевается С иголочкой Но От него Жутко Смердит Преисподней Ну То есть Чем-то Инфернальным Отвратительным О чем Чем-то Часово Ну Мы Мы Это Все Знаем Да В принципе Разве Сем-то Сем-то Не слышно Они говорят О новом Жирном Коте На дне Преступного Мира Ступай Да послушай Что касается Их самих Один Никогда Не моется Зато Льет На себя Розовое Масло А второй Не способен Удержать В брюхе Выпивку Не стоит Знать Что скрывается За занавесками Двое Наших Самых Популярных Работников Они Дроу И ночь С ними Может Изменить Всю твою Жизнь Если Конечно Ты можешь Себе Это Позволить Конечно Это Брат И Сестра Но Судя По Толупам Приходящих Не посетители Большая Часть Этого Города Так же Отвратительна Как и Они Сами Хорошо Так Где Мы Кетрика Потеряли О Вон Вон Он 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 Не Заметил Его За Столбом Спрятался Надо Было Наверное Шадоу Харт Она Сразу Говорит С ним Хорошо Не Шадоу Харт Лаизель Да Простите Лаизель Так Несравненная Воительница Скажи Мне Что Вы С дьяволом Договорились Скажи Что Ты Спасешь Наследника Гид Так Мы Можем Его Обмануть Я не заключаю сделок с дьяволами у вас Орфей обретет свободу ради того, чтобы мои соплеменники обрели свободу, я пойду на все Так Рафаил хочет получить взамен могущественную корону, кто знает сколько хаоса она посеет Не больше, чем Блайкит и за его пределами Таун Тар Я пойду на все, я заплачу любую цену, лишь бы освободить Орфей из призмы Одна кастральная призма у тебя и освобождать принца будешь именно ты Найди способ раздобыть молот и вызволить Орфей из призмы Я пока соберу оставшихся в живых гвардейцев и буду решать, что делать дальше Вместе мы освободим истинного наследника Благословенной Империи Он избавит нас от Влаакит и поведет наших китраков Так Будет в каких-то... Будет ждать в подземелье Отыщи меня, когда молот будет у тебя Стоило Орфеу чуять личинку, его страж перешел в нападение А не набросится ли он на нас, если мы его освободим? Принц кометы радеет благе всех гитьянки, это важнее, чем... Он может вспылить, когда ты придешь вызволять его, он может скрежетать... Так, но он образумится, я тебе обещаю Скрежетать зубами и проклинать твое имя Ну хорошо, хорошо Ты зря тратишь свое и мое время Наш истинный враг старший мозг, сосредоточься на этом Окей Так, ну хорошо, с этим мы разобрались Давайте, наверное, пока мы еще пойдем Мост не будем дальше исследовать Пойдем, наверное, вот сюда посмотрим И вот сюда еще, может быть, даже сразу Сразу сюда, наверное, идем Быстрым перемещением Выйдем отсюда Горожане Манип Фалькао Треклятые гномы Нам нужно выяснить, где они окопались Эй, ты искатель приключений, хочешь заработать? Найди, где зарылись гномы и принеси мне голову их вождя Огненный кулак хорошо наградит тебя Принести тебе голову, это как-то радикально Ты заговоришь по-другому, когда они начнут убивать невинных городов Горожан Эти твари понимают только один язык Язык насилия Ну... Похоже на работу как раз для огненного кулака Нет? Согласен, но мы не можем оставить посты Когда отцы города собрались на змейной скале на коронацию А по тебе сразу все видно Кость крепкая, лицо спокойное Такие как раз и убивают паразитов за деньги Ну, если бы... Я не знал о каких гномах он говорит А он говорит, наверное, о тех гномах, которых мы как раз спасли То я бы согласился Может он говорить о других гномах? Я даже не знаю Но мне кажется, мы можем в любом случае взять задание, а потом решить там Что мы будем делать Поэтому ладно У, никто не одобряет Лейзель одобряет Разобраться с гномами Когда закончишь, принеси голову мне Я буду ждать Разобраться с гномами Мы нашли убежище гномов Теперь нужно найти вождя и забрать... Мы нашли уже убежище гномов? Ну, это вот те самые гномы, да? Они нам помогли войти, в принципе Отвлекли этого стража Может быть, это просто совпадение было, конечно Ну, посмотрим Посмотрим, что мы тут будем делать Я думаю, в любом случае, да Мы к гномам этим еще попадем И там будет ясно Так Воин Гитьянки Волшебник из глубоководья Ага Это у нас... А, ну да, правильно У нас же Шигейл Как раз хотел Корону Так, ладно Этот, кстати, куда-то пропал Пока я думал Тут можно сундук лутануть Идем посмотрим В принципе, мы сейчас вот эти вот Укрепления осмотрим И пойдем... Вот сюда нам вниз, по-моему, надо как раз Если я не ошибаюсь О, можно еще наверх подняться Тяжелый арбалет Ну, мы, наверное, не будем тут Ничего, лутать Спускаемся Сюда Идем поговорим с... А, это просто безымянный стражник Ладно Глифа Длинный меч Эликсир силы Холмового гиганта Тут у нас есть сундук Мы вроде можем тут лутануть Ага, стрел немного Так, хорошо Давайте спустимся здесь Заглянем, может быть, еще сюда Тут у нас... Вот это можно взять Все безымянные жители Еще немного стрел Так Так Все, укрепление Тоже осмотрели Ой, стоп Еще не осмотрели А, вот этот манип, да С которым мы только что Говорили Кулак Азария Приветствую Ага, понятно Особые... Особое уведомление Гномы железной руки Да будет известно, что я Повелеваю убивать На месте этих известных Душегубов и жестоких Нарушителей спокойствия Пытаться взять их живыми Для допроса или суда Слишком большой риск Для наших бойцов Герцог Улдер Рейвенгард Беглецы и награды Участок Драконьего Перекрестка Напоминание Если манип не указал Иного За мертвого беглеца Он платит только половину награды Ну мы вроде Никого из них не знаем Если я не ошибаюсь Медауза Понятно Так, а эти нас пропускают Теперь уже без проблем Давайте мы сейчас сохранимся Еще и потыцкаем С ними попробуем поговорить С кем мы тут? С Селеной с этой говорили? Нет? Или с этой? Проклятые чужаки Все здесь заполонили Проходи Хорошо Прохожу Наверное можем Попробовать Так, что мы там подобрали? Уйдем с места преступления На всякий случай Репортерша Эликсир психической устойчивости К психическому урону Злоба Угу Видение невидимо Ну ничего особо интересного Заголовок Получится бомба Постой Ты ведь Я знала Что найду здесь Материал для статьи Как удачно Герой дня Сам идет ко мне в руки Я Ленс Репортер Балдорского вестника Не против небольшого интервью? Ммм О чем? Ну конечно же о тебе В этом городе Новости разлетаются мгновенно После стольких подвигов Той уже знаменитость Интервью может стать Самым горячим новым материалом Я надолго не задержу Всего пара минут Если разговор получит Можешь даже на обложку попасть Итак Ты недавно прибыл Во ворота Балдора Что привело тебя сюда? Еду в отпуск С семьей повидаться Обычное дело Я здесь для того Чтобы спасти город Каких-то интересных вариантов Нет Чтоб Забавно Интервью Как-то это самое На вопрос Поотвечать в интервью Ну ладно Впрочем Если кто-то В силах ему помочь Так это ты У тебя нюх На щели В доспехах Абсолют Мне известно От наших источников Что ты Недавно победил Грозного Генриала Китрикаторма Как тебе удалось? Я давал ему шанс Раскаяться Но когда он отказался Выбора у меня Не оставалось Так С мемуарами Еще Куда не шло Откуда тебе известно Дьяволы Тебя забери Я журналистка Это моя профессия Все знать К сожалению В моей версии Не хватало подробностей Так что Что же ты Сделал с Китриком Что же я С ним сделал Ну ладно Я давал ему шанс Раскаяться Но когда он отказался Выбора у меня Не оставалось И тебе пришлось Убить его Какая трагедия Увы Абсолютиста Вряд ли интересуют Компромиссы Культы Сейчас остается Серьезной угрозой Как Ты будешь Атаковать их Дальше Так С чего ты решила Что я собираюсь На них нападать А подозреваешь Что после убийства Их генерала У тебя Не очень-то Есть выбор Но хоть какой-то План у тебя Должен быть Я не очень-то Люблю планировать Мне куда ближе Импровизация Ты думаешь Что в твоих жилах Течет сила хаоса Мало же Ты понимаешь Оу Привет Все валяешься в грязи Как я погляжу Я не разниху И все твои глупые тайны В дырявом черепе Не узнаю Что тебе нужно Чего ты хочешь Думаешь Горташ знает Что ты придешь Он знает Что Камень Владыки Костей у тебя Не дай ему Одрачить тебя Хоть червь И сожрал тебе Весь мозг Помни Его уста Изрыгают Лишь ложь В то время Как мои клинки Высекают истину Совсем скоро Ты прочтешь Ее на собственной Коже Она со мной Играет Что ей нужно Вход в пещеру Крошечные отпечатки ног Ведут внутрь пещеры Мило Если это бу Но в данном Случае Скорее Зловеще Что у нас С нимблом Было Я кто Кто это Уже не помню Давайте мы Наверное сейчас Лайзель Тогда из группы Уберем уже В принципе Нам она не надо Малибарда У нее конечно Хорошая Ты далеко? Интересный способ Поговорить с Лайзель Воз отправится В подземелье Он будет ждать В дом надежды Мы ее будем брать Интересно Или без нее Пойдем Ладно В любом случае Жди меня в лагере Не бухти Жди меня Блин Моделька Эйлен Мне прям Очень нравится Так Пойдем со мной А еще Мне хотелось Посмотреть Что у нас Стоп Да Вот здесь Не здесь Вот здесь На Одобрение Наших персонажей Хотел посмотреть Минска Мы взяли Не так давно Да Он еще Нас Не слишком Одобряет Shadow Heart Мне кажется Это уже на максимум Давным-давно Одобрение Правильно Ладно Так Хорошо Выходим Отсюда И Идем Посмотрим В эту пещеру Что тут у нас Оточку Оточек Отомстить За клан Железной Руки Мы обнаружили Убежище Глубинных Гномов Отряд глубинных Гномов Пришел Нам На помощь Пока Стальной Страш Сканировал Нас А не напали На него после скрылись ясно с вульберном поговорить хорошо давайте мы наверное это дело оставим может быть на следующую серию а теперь пойдем сдадим во первых задание из прошлой серии на насчет писем пропавших здесь недалеко как раз так тут мы выходим тут нас еще есть туда мы не можем попасть до пройти как-то вроде не можем мертвых беженцев мы тут видели мы нет мы можем попасть мы не здесь спускались до походу или здесь как раз спускались у нас тогда не было давайте попробуем просунуться сюда тут мы как раз да 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 все правильно открыли этот самый проход из колодца у нас не было тогда разговора с мертвым по-моему да мы не говорили с вот этими что с тобой случилось столкнули чувствовал как ломаются кости тьма что последнее ты можешь расскажи мне про кольцо без камня которое я у тебя нашел кольцо брата умер в пути мужчина хотел купить то последнее ты можешь вспомнить мужчина покупал реликвия стервятник подсапался с ним близкий у тебя есть близких у него нет беженец окей так хорошо хорошо отсюда мы тогда выходим поднимаемся наверх и идем сдадим вот сюда задание убить гномов поговорить так нам вот сюда и вот сюда наверх не надо нам а ну идем голубю доложим что мы разобрались с его проблемой больше не будет голубей никто есть не можем мы ему ничего интересного рассказать что мы разобрались с проблемой на крыше тебе наверное пока не попадались пропавшие письма в смысле пока нет а блин я их наверно в этот скинул в лагерь да какой стремный хвост потерял сундук так новые пропуски на коронацию нам может быть надо пропуск с собой взять давайте у нас целых два стопка писем пропавших так стоп у нас было еще письмо 1 или я его прочитал и не взял погодите охотник смерти зуму боли и и и и пойду посмотрим наверх на всякий случай да нельзя не забрали мы вот это вот письмо мы его прочитали в прошлой серии я пошел себе дальше а это по поводу того что про эту про зенторимскую этом роа так и полетели полетели никого не смущает что этот летаю не нормально все хорошо все цепляем всех обратно и возвращаемся теперь вы боли это вот я в доме был до вернулся в лагерь когда пришел обратно минск и бои паук у нас сверху оказались на крыше эта игра так так вот попалось мне одно письмо очень интересное и мои расценки немного подросли понятно хорошо просто отдай мне письмо запечатано слава богам ты не представляешь какую услугу мне оказал ох прямо гора с плеч мы вернули пропавшие письма были надо было может быть по поводу зенторим сказать что-то ему черт давайте попробуем не попалось письмо адресованное зенторим его было очень любопытно прочесть ты его прочитал по закону вообще-то это присвоение чужой собственности я должен был сию секунду доложить о тебя какому-нибудь манипу ну вот что отдай мне письмо и мы обо всем забудем я в придачу добавлю небольшую сумму вознаграждение за находку идет отдай мне все что зенторим тебе заплатили у меня еще один покупатель имеется так что пусть сена будет хорошей как жаль будет если зенторим узнаю что ты умудрился потерять такое послание очень жаль ну я не знаю давайте попробуем вам по моему без разницы да я думал может быть он нам что-то интересное расскажет один серьезно давай ладно просто дай мне письмо давай обо всем забудем ничего не было сколько у нас так в прошлом варианте было ну неважно короче неважно так задание мы выполнили лили горошенко скандалы интриги расследования я так и знала что то что опять тебя дождусь ты же тех кто чернухи без ума не правда не будешь хочешь купить свежий выпуск балдорского вестника 2 2 золотых по моему чернуха тут больше всех любишь ты я люблю выручку кто же виноват что кровище продается лучше всего так что будешь платить или нет ну давай я возьму из всех моих постоянных клиентов тебя я больше всех обожаю честно я первый раз тебе подошел а уже стал постоянным клиентом где деньги страж феи дам цирк окей окей так мы еще вот сюда не забрались да так это это куда сюда колодец вот сюда наверх да во мельница но хорошо мы наверное туда кровища тянется да да хорошо мы наверное на этом пока что остановимся и уже в следующей серии пойдем на мельницу посмотрим что не получается тут камеру приблизить слишком тесно ну ладно пока что всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии